Рюкзак, айфон, клавиатура, реактивный ранец. Ладно, реактивный ранец здесь лишний. Но остальные вещи из списка мы используем каждый день. И у многих обычных вещей есть секреты, которые целиком раскрывают их потенциал. Да, даже у зубочисток! Номер один. Ящик под духовкой. Здесь все просто. Вы наверняка храните в нем сковородки и кастрюле. Да, это удобно. Но его изначальный смысл был другим. В этом отделении можно держать блюда, чтобы сохранить их горячими, пока новое блюдо еще готовится в духовке. Номер два. Деревянные вешалки. Пожалуй, такие вешалки кажутся более крепкими и удобными, чем пластиковые или металлические. Но дело не только в этом. Первые вешалки делали из кедра, который эффективно отпугивал насекомых, а именно моль. Номер три. Кусочек ткани на одежде. Некоторые предметы одежды продаются с прикрепленным кусочком ткани, на который пришита пуговица. Для чего нужна пуговица, понятно. Но что делать с кусочком ткани? Использовать в качестве заплатки, если одежда прохудится? Но не слишком ли он маленький? На самом деле на нем можно протестировать стиральный порошок. Если что-то пойдет не так, значит стирать одежду этим порошком нельзя. Номер четыре. Кожаный пятачок на рюкзаке. Такие кожаные ромбы изначально размещали только на туристических рюкзаках и к ним крепили карабин или веревку. Теперь же пятачок можно найти почти на каждом рюкзаке. Почему бы не использовать его, чтобы носить воду, зонтик или пару кроссовок? Номер пять. Отверстие в дверях лифта. Это маленькое отверстие на самом деле замочная скважина. Если лифт застрянет, механик сможет открыть его двери вручную, вставив в скважину специальный ключ. Тот же инструмент используется, если лифту требуется техосмотр. Номер шесть. Вдавленный участок на бутылке молока. На некоторых пластиковых бутылках с молоком есть вдавленные участки, которые служат нескольким целям. Во-первых, когда молоковский сайт, бутылка раздувается от внутреннего давления. В этом случае вдавленный участок надувается и не дает бутылке взорваться. Во-вторых, если вы решите заморозить молоко, оно увеличится в объеме, как и любая другая жидкость. Опять же, вдавленный участок надуется и не позволит бутылке лопнуть в морозилке. Номер семь. Съемные подголовники. В экстренной ситуации съемный подголовник может спасти вам жизнь. При аварии и блокировке дверей металлическими штырями подголовника можно разбить окно, чтобы выбраться из машины. Номер восемь. Крышка йогурта. А с вами бывало, что вы купили йогурт или фруктовое пюре, но не могли найти ложку, чтобы его съесть. Вероятно, вы не знаете, что у каждой такой упаковки уже есть встроенная ложка. Вам просто нужно правильно сложить крышечку из фольги. И вуаля! Номер девять. Выпуклые полоски на клавишах клавиатуры. Полоски на клавишах А и О помогают людям, владеющим слепой печатью, правильно разместить руки на клавиатуре. Указательные пальцы левой и правой руки располагаются на А и О соответственно. После этого остальным пальцем легко найти свою зону ответственности. Номер десять. Колечко на замке молнии. Когда на молнии два замка, они обычно снабжены дырочками. Эти колечки нужны для того, чтобы вы могли продеть через них кольцо или маленький навесной замок, который не позволит ворам проникнуть внутрь. Номер одиннадцать. Коробки с китайской едой на вынос. Новичкам может показаться, что у коробок с китайской едой на вынос довольно необычная форма. А вот любителям этой кухни известно, что разложив такую коробку, вы получите отличную бумажную тарелку. Номер двенадцать. Трехцветная зубная паста. У многих зубных паст есть три полосы. Синяя, красная и белая. Их смысл не только в том, чтобы нам было веселее чистить зубы. У каждой полосы свое назначение и свои ингредиенты. В сине содержатся противомикробные элементы и вещества, освежающие дыхание. В красной средства для здоровья десен. А белая отвечает за удаление налета и отбеливание зубов. Номер тринадцать. Заклепки на джинсах. Изначально джинсы были одеждой рабочих и шахтеров. От нагрузки брюки быстро изнашивались и рвались. Чтобы джинсы могли служить дольше, швы стали закреплять заклепками. Номер четырнадцать. Канцелярский нож. Этот нож остается острым намного дольше, чем многие думают. Повнимательнее взгляните на его лезвие, и вы увидите, что оно разделено тонкими параллельными полосками. Когда нож затупится, отломите верхнюю часть при помощи колпачка с нижней части ручки. И вуаля! У вас снова острый нож. Но лучше защитить руки и глаза перед тем, как это делать. Номер пятнадцать. Маленькое отверстие рядом с камерой айфон. Не каждый владелец айфона замечает крошечное отверстие между камерой и вспышкой. Это второй микрофон смартфона. Он блокирует внешние шумы, когда вы снимаете видео. Этот микрофон также делает звук чище. Используйте его, когда разговариваете по телефону в шумном месте. Номер шестнадцать. Стаканчики для кетчупа. Если вам приходилось использовать хлипкие бумажные стаканчики для кетчупа в ресторанах быстрого питания, вы наверняка недоумевали, почему они такие маленькие. Далеко не все знают, что стаканчики можно развернуть. Тогда в них поместится намного больше соуса. Номер семнадцать. Зубная нить. Это необходимое средство для ухода за зубами может соскальзывать с пальцев и путаться. Чтобы избежать таких проблем, оторвите кусок нити и свяжите его концы. Так нить будет намного проще использовать, и вы не пораните руки. Номер восемнадцать. Петелька на рубашке. У вас нет под рукой вешалки? Поищите сзади на рубашке небольшую петельку. Если такая петелька присутствует, вы можете повесить за нее рубашку, и она не помнется. Номер девятнадцать. Дырка в ручке сковороды. У многих сковородок есть дырка в ручке. И она не для того, чтобы вешать сковородку на крючок. Хоть это и довольно удобно. Когда вы что-нибудь жарите, в дырку удобно вставлять грязную ложку или лопаточку, которой вы помешиваете еду. Это особенно удобно для пластиковой лопаточки, которую нельзя оставить внутри горячей сковороды, чтобы пластик не расплавился. Номер двадцать. Зубочистки. Если на тупом конце зубочистки есть несколько желобков, это не значит, что кто-то ей уже воспользовался. И в чем же смысл таких полосок? Отломите зубочистку вдоль желобков и положите этот кусочек на стол. Получится подставка, благодаря которой ваша зубочистка не будет касаться поверхности стола и никуда не укатится. Номер двадцать один. Пластиковая крышка для кофе на вынос. Вы наверняка замечали, что у пластиковой крышки есть круглый бортик и углубление. А все потому, что крышку можно превратить в подставку для бумажного стаканчика. И на столе больше не останется неприятных следов от кофе или чая. Номер двадцать два. Язычок жестяной банки. У многих жестяных банок с газировкой есть язычок с дыркой. И она предназначена не для того, чтобы упростить процесс открывания, а для соломинки. Соломинка, вставленная в дырочку, не будет мотаться туда-сюда и тыкать вам в глаз. Если сегодня вы узнали что-то новое, поставьте лайк этому видео и поделитесь им с друзьями. А вот еще крутые ролики, которые могут вам понравиться. Просто нажмите слева или справа и присоединяйтесь к Admi.